Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Будь уважливым на дороге, кольки не закликай, а не которые на это слово никакой уваги. 53% дорожно-транспортных зарений, которые отбываются в Гомеле, связаны с наездами на пешеходов. И только у 20% этих выпадков вина самих пешеходов. Практично все остальное можно отнести до так званого агрессивного ваджения. Быта и головный плюс у такой ситуации – огольное замягчение колькиси дорожно-транспортных зарений в Гомеле. С початку этого года – 112, на 19 меньше, чем летать. При этом, кольки загинувших, поменьшилась малю двоя. У дяш автоинспекции такую статистику тумажить шерохам причин. По-перше, поширили некольки улиц, причем на некоторых ящи и падземные пешеходные переходы обсталевали. У вынеку, их пропускная сдольность поэлечилась в некольки разов. А про чатаго негде заменили асфальт, негде зарабили транспортные кольца. Искравый приклад – улица Кирова, где наезды транспорту на пешеходов больше не региструются. Правда, коль ехать по Гомеле стало больше зручно и беспечно, то спыниться часто просто не маде. Зараз у Гомеле наличивается больше 160 тысяч автотранспортных сродков. Места для парковок для усих просто не хапая. При градостроительстве, я думаю, что этому городу будет идти внимание большое. Есть у нас возможности. Уже есть в республике паркинги, которые, будем говорить так, устанавливают. Есть, например, в городе Минске и других местах, поэтому необходимо брать за пример. У нас это делается в городе. Я думаю, тогда этой проблемы будет меньше. Разом с тем, реализация этих планов одним годом явно не обмеживается. На посаджение Гарвы Конкама констатуется, по причине отсутности сродков, все это не отремалось в полном объеме. Выконать планы по доброупорядкованию тротуаров, установке вонкового осветления, выдавнице транспортных кольцов. Кошт питания – 250 тысяч рублей. Хоть в плане дорожной безопасности не все вымирается финансами. У транспортных предприемствах, например, на диспансерные улики поставлены усе водители, які мають высокий артериальный циск, а контроль за станом алкогольного опьянения узмослены. На жаль, и такие выпадки усеющие не выключением. У Гомель Абал-Автотрансе от работы сегодня отхилили двух человек. У Гар-электротранспорте трех. А прочатаго активизована работа доброохотных дружин, які только в этом году выявили калет 400 фактов порушения правил дорожного руху. И еще одно питание, на якое планується звертать больше пильную увагу – творение инфраструктуры для велоаматоров. У Речи Гомель повинен быть комфортным и безпечным для усих. В настоящее время уже выполнены ряд работ по понижению бордюров и устранению аварийной ямочности. И уже планируется в первом полугодии 2017 года организовать достаточно большое количество велодорожек. Сегодня в регионе пройшел Республиканский семинар на Радо Белкапсоюза. Его удельниками стали амаль 300 человек, які працюють у системе с поживецкой кооперацией країны. Обмерковывались питания организации «Хандлео», так само перспективы развития хлебопекарной вытворчасти, подрабязности у материаля Дмитрия Котова. Теруховский хлебозавод угоходить у десятку наибуйнейших подобных предприемств в системе Белкапсоюза. Что день тут выпускаюсь 12 тонн хлебобулочной продукции. Ассортимент складая 65 наименев. При этом 42 зих распроцованы и запущенную вытворчасть только в этом годе. Каля 50% продукции реализуются прозгандлёвые объекты Добружского райспожилсоюза. Остатня накеровывается за меж района. География поставок достатково широкая. Предприятия ищут пути реализации своей продукции. Для этих целей мы поставляем свою выпускаемую продукцию на предприятия Гомеля. А также мы поставляем продукцию торгового предприятия системы потребительской кооперации. Это Жлобинская райпо, Гомельская райпо, Рогачёвская райпо, Калинковицкая универсальная база. Увагулю в системе спожилецкой кооперации зараз наличивается амалия 70 предприемств, которые вырабляют и реализуют 20% всей хлебобулочной продукции в Беларуси. На некоторых заводах отшиваются проблемы с загруженностью. Конкуренция в этой сфере довольно жорсткая. Знайсти выход со складанной ситуации – задача на ближайшую перспективу. Сейчас не главное произвести. Мы вот эту проблему производства фактически решили. Сейчас уже главное продать. Надо предложить такой товар, который будет покупаться, который будет востребован. На основе этого выходить на 100% загрузки мощностей наших предприятий. Заявление буйных сетковых магазинов и приватных предприемств, особенно в Увёсках, повплывало на гандаль с пожилецких товариств. Огульный товарооборот у поравнаний с минулым годом снизился на 16%. Однако это не подстава для негативных выводов. Почти 15 тысяч населенных пунктов обслуживаем 3 раза в неделю. И везем туда товары в различном ассортименте. Но проблемы, то, что является невыгодным для нас, убыточным. Покрыть эти убытки за счет товарооборота в городах, где торговля прибыльна, мы не можем. Почему? Потому что снижается товарооборот. Вот наша проблема. Для населения проблемы нет. Для нас есть проблемы. Мы работаем над тем, как бы выйти из этого положения и организовать производство так, чтобы оказывать, может быть, какие-то новые виды услуг, в том числе в торговле, чтобы увеличивать товарооборот и тем самым покрывать некоторые наши нерентабельные отрасли. Пытания организации гандлю протягнули обмерковывать так само на прикладе центрального рынка у Гомеля. И он является другим в Украине по величине. Тут находится больше за 1700 гандлевых мест. Покупникам пропонуется широкий выбор продукции, как харшовой, так и промысловой групп. Если анализировать прошлый год и этот год, у нас динамика идет в лучшую сторону. Есть рентабельность, есть покупательский спрос. Ну, опять же, чтобы был покупательский спрос, должна быть достойно предоставлена продукция. Очень большую роль играет стоимость товара. За месяц до наступления Нового года организованы святошный гандаль. Штушные елки, цацки, цукерки, сувениры на любой густый кошелек. А как полепшить настрой покупников в эти холодные зимовые дни, заплановано проведение акций по снижению кошту святошной продукции. Дмитрий Котов, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня у Гомеля извернулись и до питания делового стыля одзения в школах. На «Нараду» запросили представников предприемства у легкой промысловости и научных установ. Не глядя на то, что деловый стыль одзения предугледжены широком документов, пакуль его практичное применение в значной ступени носить рекомендацийный характер. Найбольш складанная ситуация у гэтым плане у сельской мясцовости, где школьные костюмы пакуль выкрыстовываются редко. Неуапошнюю чаргу гэта звязана с покупницкой сдольностью мясцового насельництва. Подчас «Нарады» на пытание кошту школьной формы звертается особливая увага. Йон павенен быть як минимум не выше за аналогичные замежные вырабы. При гэтым размова не дзиабнейким, а дзиным стылі. У кожной установе яго можно выбирать самостойно. У разведцё гэтай темы вытворцы пропануть таксама пачать вырабадзенья делового стылю для настаунікау. На Гомельщине таки вопыт есть у Рэчицкой гимназии. Каждая школа должна иметь свой деловой стиль одзежды. Родители, ученики и педагоги самостоятельно определяются, какая будет марка, какое будет предприятие предоставлять им одежду. И что будет входить в сам комплект. Но по деловому этикету деловой стиль одзежды предполагает костюм для мальчика, блузу, юбку, сарафан, пиджак или кардиган для девочки. У Гомели выбрали левшую медсестру региона. Накольки престижная гэтая профессия у наши дни, якими якостями необходно володать, каб стать у ей левшей. Доведалась Ганна Ковалева. Сегодня в Гомельской области працуе коле 17 тысяч медсестер. 20 их селета вырешили выпробовать свое майстерство в што-гадовом профессийном конкурсе. До этого усеяны пройшли районные этапы. Областный включал 4 выпробования. Треба было продемонстровать свои таленты, артистичные и профессийные сдольности. Будем учитывать профессионализм, возможность держаться конкурсантки на сцене, обязательно ее интеллектуальный уровень. Комплексно будем подходить к этому вопросу. Специалистов этой профессии в нашем регионе рыхтуют Мазырские и Гомельские колледжи. Проходные баллы у них стабильно высокие, что доказывает престиж профессии. Мечтала быть медсестрой седьмого класса. Почему-то я себя видела в белом халате. А самое сложное, наверное, не быть черствой, не потерять, не перейти эту грань между человечностью и когда человек просто остается ко всему равнодушным. У каждой конкурсантки заплятшимы не меньше, как 5 годов працеванных о стажу. Усе мают добрые рекомендации и займаются громадской праце. Тому вызначить лепшую было складано, и у все же выбора сроблены. Пераможцы признана медсестра Гомельской областной инфекционной клиничной больницы Людмила Стеба. Было волнительно, естественно, но конкуренция была сильная. Я старалась, и все участницы тоже старались. То, что получилось, выиграла. Я очень рада. Я планирую продлевать карьеру. Хочу стать операционной медсестрой. Надеюсь, что после этого конкурса у меня будет больше возможностей к этому прийти. До речи у конкурса хоть и предугледили празовые месяцы, але без признаний не застался никто. Кожная удельница стала переможцей у особной номинации. Бо кожная из них финалистка, а значит, улик у лепших. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадио, компания «Гомель». И коли для удельниц конкурсу медсестр хваляванье клопоты засталися у минулым, то претенденток на тытул месяц в «Гомелях» это еще только чекает. Восьмого снежня отбудется финал конкурсу. Як и типа трехтовка, доведалася Ганна Каральчук. Уже на протягу трех тыдня у «Гомельске Прыгажу» не рыхтуются до конкурсу в режиме нон-стоп. На великие нагрузки конкурсантки не скардятся, хоть займаться приходится каждый день. Причем не только до филей хореографии, але и в тренажерной зале. Мать и пятерых детей, Алину Малыш, таки расклад неплохая. И она поспевает и нянчить трехмесячную дачку и уделять увагу старейшим детям. Не сидеть дома на диване, а водить их тоже. Какие-то кружки, футбол, танцы. Так как модельная школа, у меня дочка моя выиграла. Маленькая камельчанка у нас 27 ноября был конкурс, она заняла первое место. Два сына футболисты, старший сын гандболом занимается, дочка модельную школу. Ну и все они ходят на танцы, уличные танцы, хип-хоп, брейк-дансы. Головная миссия конкурсу – пропаганда престижу материнства, идеалу миру, добра и прыгажосте. А для самих девчат гэта махчымасть убачить себе в новом светле, змянить обстановку и зародиться позитивом, які часом так потребны ему декретти. А чуть себе прыгожай, меты накерованной и паспяховой можно у любым узросте, у незалежности от хатних клопотов. Это взгляд со стороны на себя, потому что постоянно перед зеркалами, со стороны не каждый день так много себя видишь, смотришь, поэтому начинаешь иногда видеть то, что ранее не видел. У нас очень дружный коллектив, у нас очень все хорошие девочки. Вы знаете, это какой-то стимул просто сюда прийти, и это отвлечение. То есть семья, быт – это все хорошо, но конкурс – это есть то, что ты немножко подзабыл. То есть во время декретного отпуска есть такое, что женщина немножко уходит в быт, в семью, а это такое отвлечение. Головный приз – ювелирные упрыгоживания и 5000 рублей. Але сам факт удела в финале уже шмат для кого перемога. У каждой удельницы – великая группа подрымки, зродных, сябров и коллег. Журналисты телерадиокомпании «Гомель» будут болеть за Евгению Савину, редактора службы информации. Але паспяхового выступления на конкурсе мы жадаем усим удельницам. Переможца будет представлять наш город на инших конкурсах у тем лику и республиканским. Имя миссис «Гомель», до речи, станет вядома восьмого снежня, коли конкурсантки выйдут на сцену областного драмтеатра и продемонструют усе свои таленты. Ганна Коральчук, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Выходные у регионе будут морозными. У ближайшие сутки синоптики прогнозуют короткочасовый снег и слабый туман. Температура поветра складе до 9, при прояснениях до 13 градусов морозу. У субботу день будет от 1 до 6 градусов ниже и за 0. У неделю четвертого снежни чекается снег, на особных участках дорог заховается гололюдзица. Температура поветра складе до минус 9, местами до 12 ночи и от 0 до минус 5 день. И а в спорте. У черговым тур и чемпионату Беларуси по хоккей у экстралізе представники Гомельской области отримали перемоги. Жлобинский металлург на своем лёдзе зликом 2-1. Перемог Динамо молодечно. Гомель прямо у Гродзенске-Ньоман. Гомельчане уже до пятой хвилины забеспечили себе перевагу у две шайбы, однак не смогли утримать. Гостя отыгралися. В основный час переможцу команды не вывели, и справа дайшла до авертайма. Уда данный час удача была на боку Хас-Падароу. Перемогу Гомелю принёс Павел Волчак. Хорошая игра в эмоциональном плане. Нужная победа для команды, чтобы обрела дух победителя, переломить вот эту чёрную полосу. Ну, начали очень здорово. Два хороших гола поддушили, забили. Ну, потом, естественно, бывают, как всегда, ненужные голы. Но молодцы, что достояли, выдержали, вытерпели. И в конце появился шанс, которым мы воспользовались. Завтра в Жлобине Ньоман поспробует взять очки у сустречы с Металургом. Гомель шекает гостя юнацтва. До речи, у выход на этот матч для людей с обмежеванными махчимостями будет вольным. Сустречы у Жлобинскими и Гомельскими лядовых палацах начнутся у 17-х годин. И на этом выпуск завершенный. У студии працевала Наталья Игнатенко. Усяго вам самого доброго. И до новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин